Школьники округа рвутся в бой, работать. Что еще делать для этого? Я не знаю, спортом заниматься, это опасно. Это можно делать между работой. И торгово-промышленная палата вместе с единым центром поддержки предпринимательства и газетой «Вперед» дают ребятам возможность трудиться. Вместе с администрацией округа они организовали подросткам и работодателям встречу, чтобы те смогли найти друг друга. Хочется, чтобы дети, во-первых, были заняты, оставлялись работать на территории округа. Десятки самых разных вакансий. Официанты, дорожные рабочие, сортировщики, диспетчеры, программисты, швеи и микробиологи. Об условиях сотрудничества подростки и работодатели договариваются на месте. Нам нужны сотрудники в конструкторское бюро. Работа крайне интересная. Делать новинки, исследовать текущие компоненты. Труд будет оплачен, и это будет оплачено по какой-то средней ставке на рынке на текущий момент. Естественно, если текущая стоимость составляет 2-3 тысячи рублей за день рабочий, то мы не предложим 500 рублей. Вместе с этим подростки, которым не исполнилось 18, могут рассчитывать и на помощь центра занятости. У нас материальная поддержка 2250 рублей. Налогом она не облагается, поэтому если ребенок отработал целый месяц, значит он получит всю сумму 2250 рублей. Это в дополнение к заработной плате, которую он получит у работодателя. Для этого, правда, надо отметиться на портале «Работа в России». Через госуслуги нужна регистрация и подтвержденная учетка. Но ребятам с желанием иметь свои деньги, говорят, это не помеха. Я бы хотел поработать что-то в районе месяца. Не могу найти себе занятия, поэтому пришел сюда посмотреть, какие вообще работы. Проект по трудоустройству пилотный, но, скорее всего, станет постоянным. Вакансии еще есть. Обращаться можно по телефону 8-496-549-2573 с 9 до 13 в будни. Проконсультируют и по зампредпринимательства. Жанна Веникан и Хенкерсанов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова